Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Наталья Фёдоровна Уральского, заведующая 26-м кардиологическим отделением филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Наталья Фёдоровна! Добрый день, Мария! Тема нашей сегодняшней передачи очень интересная – это аритмия. Давайте детально разберём это заболевание. Да, спасибо, Мария, за представленный интерес к этой теме. На самом деле эта тема очень актуальна, она широко распространена в популяции населения, и она всегда своевременна. Поэтому чем больше информированы люди о этом заболевании, тем качественнее они будут жить и дольше. Наталья Фёдоровна, сегодня обсуждаем такое заболевание, как аритмия. Что это такое? Причины возникновения, конечно же, лечения, и чем опасна аритмия? Эта патология касается большого количества населения. Аритмия – понятное определение, неправильный ритм сердца, но причин, приводящих к ней, симптомов, форм и видов этого заболевания много. Конечно, мы все не осветим, но прикоснемся к главным, фатальным и инвалидизирующим видам, которые составляют большую экономическую проблему государству. Я так понимаю, количество и рост этого заболевания ещё связан с тем, что люди просто не придают значения. Бьётся в сердце и бьётся. То есть всё-таки на какой стадии определяется, устанавливается, и как выявляется, что у человека аритмия? Как он это понимает? Ну, симптомокомплекс может быть разный. Во-первых, его может и не быть. Действительно, многие пациенты не ощущают никаких проявлений. Они живут, работают, и случается внезапная сердечная смерть, та самая фатальная ситуация, которая уносит жизни. Но часто это проявление в виде неправильного ритма сердца ощущается перебоями в работе сердца, чувством замирания, чувством тревоги, головокружения, иногда предобморочные состояния. Иногда это провоцирует болевой приступ боли, стенокардия. А бывает и наоборот, стенокардия провоцирует аритмию. То есть проявлений много. Главное вовремя на них обратить внимание. Это зависит ещё от возраста, смотря в каком возрасте возникают эти проявления. Я как раз хотела спросить, всё-таки есть ли возрастная категория, и какая часть населения больше подвержена этому заболеванию? На самом деле нет каких-то цензов при этой патологии. Это может быть и в детском возрасте. Связано с рожденными аномалиями проводящей системы сердца. Это может случиться и у молодых людей, которые активно занимаются спортом и не знают, что у них также есть проблема. Например, у спортсменов гипертрофическая кардиомиопатия, когда спорт не всегда дарит здоровье. Это может случиться, конечно, чаще. Чаще это у пациентов взрослой категории. И 40 лет, мы уже говорили, все пациенты попадают в зону сердечно-сосудистого риска. К этому возрасту накапливаются проблемы, связанные с средними привычками, с приобретёнными заболеваниями. Причин для этого много. Проявления могут быть разнообразными. Для врачей, конечно, важная задача – своевременно диагностировать проблему. Потому как от своевременности зависит выбор метода лечения. Терапевтическая, консервативная тактика, медикаментозная, скажем так. Или эта хирургическая тактика будет уже представлена пациенту для того, чтобы он жил качественно. А аритмия на самом деле неприятна тем, что она снижает качество жизни. Человек не может себе позволить то, что позволял ранее. Приводит к сердечной недостаточности. Приводит к инвалидизации и летальному исходу. Поэтому актуальность этой темы нами видится в практической работе. Как диагностируется аритмия? Аритмия диагностируется, повторимся, клиническим, жалобами пациента, банальными электрокардиографическими изменениями на кардиограмме. То есть пациент должен брать… Часто тогда должен делать пациент именно в профилактических целях, чтобы быть уверенным, что у него всё хорошо, сердце работает как часы, исправно, нет никакой аритмии. То есть как часто необходимо делать кардиограмму? Есть определённая частота выполнения этого исследования в разных возрастных категориях. Если человек молод и здоров, то раз в год этого достаточно. Но если появились симптомы, то по факту нужно обратиться. Если пациент страдает уже известным заболеванием сердца, как минимум раз в квартал. Это опять же нужно для преемственности происходящих событий. То есть нам удобно посмотреть предыдущую кардиограмму, чтобы оценить те изменения, которые были, те изменения, которые мы выявляем. Но в любом случае не нужно откладывать на потом, нужно это сделать здесь и сейчас и незамедлительно обратиться за помощью, наверное, сначала к своему терапевту. И он уже отправит и даст направление на приём к кардиологу. И не просто обращаться к кардиологу, а возможно и вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Есть аритмии, которые начинаются перед обморочным состоянием. И здесь затягивать уже нельзя. Это нарушение гемодинамики, при котором падает давление, при котором может произойти летальный исход у пациента. Поэтому вызов бригады скорой помощи будет актуален. И обращение за медпомощью будет эффективным. Мы вот много сейчас говорим о диагностике, о своевременном лечении. А всё-таки существуют ли меры профилактики? Как-то можно предотвратить развитие этой болезни? Аритмия – это часть сердечно-сосудистых заболеваний. И к ней применимы те же меры кардиоваскулярной профилактики. Это и снижение лишнего веса, и ограничение употребления алкогольных напитков. И, кстати, в преддверии новогодних праздников хочется напомнить, что алкоголь – это катализатор, это ускоритель, скажем так, электронных импульсов, проводящих системы сердца. И есть такой симптом праздничного стола. Он относится к сердцу. К сердцу пациентов, которые чрезмерно употребляли алкогольные напитки. Порой после такого эксцесса может случиться фатальная аритмия. И человек попадает в стационар, забыв, что он праздновал 10 дней новогодних событий. Сразу всё обращается. Всё праздничное настроение. И, в конце концов, это неприятно. И, мы повторимся, может привести к плачевным последствиям. Но всё-таки, если аритмия диагностирована на ранней стадии, возможно ли полностью от неё избавиться? И какие способы лечения используются в современной медицине? Лечение, оно бывает разным. Оно бывает консервативным, бывает хирургическим. Начинают, конечно, с консервативных методик. Всё зависит от вида аритмии, которая выявлена у данного пациента. Начинают с правильного питания, содержащего полноценные калии, содержащие продукты. Это и сухофрукты, и свежие овощи, и фрукты. Мы говорили об этом в предыдущей передаче. И это тоже относится к полезному электролитному фону для лечения аритмии. Конечно, успокоительные препараты. Иногда, особенно у молодых девушек или женщин в определённом возрасте гормональной перестройки, аритмия не столь значима, но вызывает очень много ощущений. Мы говорим, это гипертрофированные ощущения. И при определённых исследованиях мы не фиксируем какую-то значимую патологию, но жалобы превалируют. И в этой ситуации успокоительные препараты, они будут более уместны, чем непосредственные медикаменты, купирующие аритмию. Ну и, конечно, нужно не забывать, что сами по себе препараты, они обладают проаритмогенным действием, и чудес от них ждать не стоит. Пригладить ситуацию, продлить жизнь они, в общем-то, могут, но иногда они сами по себе могут вызывать аритмию. Поэтому стараться не доводить до этого или своевременно на определённом этапе диагностировать патологию, чтобы потом легче было с ней справиться. Ну и существуют разные хирургические методики, которые, конечно, назначаются определённой ситуацией. Всех я не освещу. Но, например, брадиаритмия, когда у пациента есть обморочное состояние, когда у него редкий пульс, и установка, имплантация кардиостимулятора – это способ спасти жизнь, улучшить качество жизни и продлить жизнь. Поэтому бояться этого не нужно. Хирургические методы существуют, и они доступны, они бесплатные для населения нашей страны. Поэтому нужно весь этап, весь маршрут, скажем, от выявления до лечения, не боясь пройти. Я так понимаю, что видов аритмии существует достаточное количество, то есть не один. Да. Ну вот я хотела сказать, что в нашем сердце ещё в момент эбрионального развития закладываются клетки, способные автоматически производить импульсы. Сердце имеет свою собственную электростанцию, где есть главный генератор. Это очень волшебно. Размер этого маленького образования всего где-то полтора сантиметра, толщиной два миллиметра. Но он вынужден и должен, и он справляется с этой функцией, генерируя импульсы от 60 до 100, средний ритм сердца, в минуту. И при средней жизни до 70 лет, средней продолжительной жизни, этот маленький узелок, синусовый узел, расположенный в правом предсердии, вырабатывает до 3 миллиардов импульсов. Услышать ритм сердца можно уже на шестой неделе эмбрионального развития. Вот это чудесные вообще клетки, работа которых зависит от разных обстоятельств, не только внутрисердечных, но и внешних факторов. Например, внешние, внесердечные причины – это гипертиреоз, проблема с щитовидной железой, когда повышенная функция щитовидной железы с выработкой гормона приводит к ускорению ритма сердца. И это мы говорим о тахикардии. То есть ритм сердца может быть учащен, урежен. И более 100 чаще – это тахикардия. Вот мы заговорили о щитовидной железе. Поэтому патология щитовидной железы, экстракардиальная патология, приводит к ощущениям, которые пациенты нам передают. Анемия, хроническая болезнь легких, хроническая болезнь почек, электролитные нарушения, связанные с потерей полезных электролитов – калия, магния, кальция – тоже приводят к определенным аритмиям, причем порой очень злокачественно-фатальным. Также причины бывают и внутрисердечные. Это аномалии внутрисердечного развития, это пороки, приобретенные сердца, пороки сердца. Это постинфарктные изменения, то есть рубцы в миокарде, которые не дают адекватно импульсу проникать до каждой клеточки сердца. Перенесенные миокардиты часто у молодых людей встречается так называемая экстразитолическая аритмия. Это не фатальная аритмия, но она ощущаемая. И это часто после перенесенных воспалительных заболеваний миокарда, которые возникают после простудных заболеваний, недолеченных. В зависимости от места возникновения, аритмии делят на предсердные и желудочковые. Напомню, что у нас сердце состоит из четырех камер – два предсердия и два желудочка. Причем наджелудочковые аритмии чаще доброкачественные, желудочковые чаще злокачественные. Хотя в большей степени это определяется еще фоновыми заболеваниями, которые в мышце сердца присутствуют. Сердечная недостаточность, пороки, перенесенные инфаркты. То есть органическая патология сердца. Это диктует, кстати, и выбор лечения в дальнейшем. И среди наджелудочковых нарушений ритма одна из самых частых аритмий – это фибрилляция предсердий. Считается, что ей страдает около полутора миллиона населения в России. Это, конечно, средненные цифры, потому как не все обращаются, а среди них около 70% и не знают, что у них есть такая аритмия. И попадают в неврологический стационар. Это одно из самых инвалидизирующих осложнений, а возможно тоже и фатальных – фибрилляции предсердия. При неправильном сокращении предсердий, в которых возникает хаос, формируются тромбы в ушке левого предсердия, и они попадают в головной мозг. У пациента возникает инсульт. У пациента, который ранее не знал, что у него есть нарушение ритма, или оно вдруг пароксизмально пришло, или оно уже было. Эти изменения фиксируются уже в стационаре, к сожалению. Фибрилляция предсердия выявляется очень часто, и она представляет большой клинический интерес, так как в стационарах – это самая частая причина для госпитализации. Оценивая шесть историй пациентов, находящихся на лечении, оказалось, что у пятерых есть фибрилляция. У каждого своя форма – пароксизмальная, бессимптомная, хроническая. И я хотела бы сделать акцент о том, что эти пациенты все были взрослой категории, тем, кому за 65 лет. Это приводит к более частому возникновению, рецидивированию этой патологии. И все эти пациенты должны принимать препараты. С 2014 года в нашей стране появились препараты, которые профилактируют инсульты, перефибрилляции предсердия. Оценивая пациентов амбулаторно и стационарно, я вижу, что несмотря на то, что мы все это советуем, разными способами и через средства массовой информации, непосредственно у постели пациента и в поликлиниках, наше население все-таки, скажем так, скептически к этому относится. А эти препараты называются антикогулянты. Да, они, современные препараты, несколько дороговаты, но есть их дешевые аналоги. И я призываю в очередной раз к тому, чтобы если вам доктора назначили эти препараты, вы не отмахивались от рекомендаций, а ответственно отнеслись к их применению. Если есть возможность купить дорогой современный препарат, нужно принимать, потому что это спасет вас. Это страховка от инсульта. А инсульт бывает разной степени выраженности, с разными последствиями. И тогда вашим родственникам придется заботиться о вас длительный период жизни. Нужно успеть пожить качественно. Поэтому если вам рекомендовали эти препараты, то их надо приметь обязательно, длительно и всю жизнь. Люди сами должны относиться очень внимательно к своему здоровью в первую очередь. И, безусловно, заниматься профилактикой и, конечно же, вести здоровый образ жизни, стараться и высыпаться, стараться и отдыхать, и, конечно же, употреблять в пищу только богатую пищу белками, витаминами, минералами. Побольше гулять на свежем воздухе и не пропускать дисфансеризацию. Да, вы практически перечислили все постулаты здорового образа жизни. То, что сейчас рекламирует Всемирная организация здравоохранения. Наталья Федоровна, что бы в завершении нашей программы пожелали всем зрителям? Впереди новогодние праздники. Хочется пожелать, чтобы ваше сердце работало ритмично, устойчиво и не требовало каких-то серьезных медикаментозных или хирургических методов коррекции. Здоровья в Новом году! Спасибо, Наталья Федоровна, за интересную беседу. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания! Продолжение следует...